МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец рассказал об истории 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Сформирована была на базе одного из стрелковых полков и одного артиллерийского дивизиона. В дальнейшем, до окончания формирования, она наполнялась войсками, с подразделениями, то есть туда пребывали люди на формирование, которые уже получили свой боевой опыт в годах в гражданской войны. И вот день рождения нашей дивизии, 1 сентября 1939 года. Дело экс-зам главы администрации Пскова направлено в суд. Расследование завершено. Как прошли дни Витебской области в Пскове? Неделя до выборов и зачем нужны дебаты? Эти и другие темы сегодня в программе по скриптам обсудили ведущие передачи Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. В сопровождении комментариев политического обозревателя главного редактора Псковской ленты новостей Александра Савенко. 2 сентября, то есть сегодня в Пскове, Гдове и пяти муниципальных округах завершается прием заявлений на ДЭК. То есть кто еще не подал, но испытывает желание все-таки проголосовать на дистанционном электронном голосовании? Последний день сегодня. Ну, надо оговориться, что из жителей тех муниципальных образований, того округа в Пскове, да, где проходят выборы. Это не общая областная кампания, это касается вот эти призывы Константина не всех наших радиослушателей. Там, где проходят избирательные кампании. У школьников и студентов начинается новый учебный год. В Псковской области он начался для 115 тысяч ребят, в том числе для 70 тысяч школьников. Свои двери распахнули 360 образовательных учреждений региона. В этом учебном году в образовательный процесс вносится ряд новых правил, влияющих как на школьников, так и на педагогов. Также в российских школах вводится ряд новых предметов. Подробнее на Псковской ленте новостей. 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова. Накануне орден вручил первый заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус Бек Евкуров. Подробнее на Псковской ленте новостей. Псковичи в последний день лета удивили всю планету и сварили самую большую солянку в мире. Получилось почти 3000 литров супа из 26 ингредиентов. Предыдущий рекорд, поставленный в Германии, превзойден в 10 раз. Попробовать солянку могли бесплатно все желающие. МК в Пскове встретил на выходе с зоны раздачи псковичей и спросил их мнение относительно угощения. На перекрестке Народный и Люксембург появится кольцо. Постоянный автороздел «Автомир» Псковской ленте новостей Денис Бахтин называет 6 причин, почему организация кругового движения на этом участке неизбежна. Подробнее на ПЛН. На выставке «Россия начинается здесь», посвященной 80-летию Псковской области. 31 августа прошел День Великих Лук. Во время презентации Южной столицы области первый заместитель главы города Светлана Степанова рассказала о достижениях великолучан и пригласила посетителей выставки пожить в своем городе. Также прошли творческие выступления и мастер-классы. И о погоде в Пскове на завтра. Во вторник, 3 сентября, днем будет малооблачная температура плюс 14, плюс 27 градусов. Ночью ясно от 14 до 18 градусов со знаком «плюс». Ветер восточный умеренный. На сегодня это все. Ссылки на все материалы и упомянутые в выпуске вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин